Почта России заподозрена в незаконном обналичивании денежных средств. Контрольное управление президента России провело проверку и выяснилось, что на почте России заключаются однотипные сделки по перечислению многомиллионных денежных средств на счета региональных филиалов в ГУП Почта России для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов на некрупные суммы. Также проверяющие утверждают, что качество услуг по доставке пенсий и пособий, а также подписанных периодических изданий находится на низком уровне. Средняя скорость пересылки писем в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых стран. Правильно говорят, хочешь спрятать труп, отправь его почтой России. Клиенты микрофинансовых организаций жалуются на действия по возврату просроченной задолженности. Видимо, действие МФО и коллекторов, мягко говоря, жестковато. Десятая часть заемщиков просит пересмотреть начисление процентов по займу. Вообще, очень интересна мотивация людей, берущих в долг по 300-400% годовых. Они серьезно думают, что это выгодно. Черногория ожидает, что турпоток из России в 2015 году не сократится. В 2014 году страну посетило на 8% больше туристов из России, чем в 2013. Правда, в новом сезоне национальные туроператоры не отмечают раннего бронирования отелей, как это бывало раньше. Тем не менее, черногорские туроператоры на новый сезон запланировали такое же количество авиарейсов из России, как и в 2014 году. В этом году отели Черногории готовы делать 50% скидки для российских туристов. Поддержку туризму окажет и безвизовый режим с Россией. А на сегодня это все. Хороших выходных!